22 июня 1941 года. Эта дата навсегда вошедшая в память всех белорусов. Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Нападение на территорию Беларуси началось по всей западной границе. Каждая пограничная застава вступила в бой. Штурм Брестской крепости начался утром одновременно с началом Великой Отечественной войны. И именно оборона Брестской крепости стала трагически известной. Казармы и жилые дома были первыми, кто попал под артиллерийский агоний удары со стороны авиации. Погибли практически все офицеры, но несмотря ни на что, оставшиеся в живых солдаты оперативно сориентировались и создали мощную оборону. Курсанты школы шоферов, пограничники, бой транспортной роты и саперного взвода, участники сборов кавалеристов и спортсменов. Все, кто той ночью оказался в укреплении, встали на оборону и защищали крепость. Бои уже приближались к Минску, а тем временем между бойцами ходили слухи, что там, на западе страны, еще обороняется и не сдается пограничная крепость. Согласно немецкому плану, на полный захват Брестской крепости должно было потребоваться 8 часов. Но ни на следующий день, ни через несколько дней крепость не была захвачена. Атаки происходили по несколько раз в день, обороняющим приходилось вступать в рукопашные бои. Каждый раз немцы отходили с потерями. Многие женщины, работавшие в медсанбатах и столовых, взялись за оружие. Позже стало известно, что немцы сообщали о сражениях с женским батальоном. Принято считать, что последний бой на территории крепости произошел 23 июля. 20 июля датирована надпись на стене. Умираем, но не сдаемся. Однако, согласно свидетелям, даже в августе в центральной цитадели были слышны звуки выстрелов и взрывов. Сегодня название памятной и трагичной даты для всех белорусов изменено на День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа 22 июня. За храбрость и отвагу всем, кто принимал оборону, мы будем благодарны всегда. И не забудем, какую цену белорусы заплатили за эту войну.